Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Сегодня в Адлере загорелось кафе. Возгорание произошло на улице Чкалова. Сегодня день сотрудников ГИБДД в сочинском управлении состоялся праздничный концерт. На сцене свои же коллеги. От игрушек до барбекю и все это в футбольной символике. Около полутора тысяч экземпляров сегодня насчитывает коллекция Геннадия Шимика. Сочинец Тимур Халайджан завоевал серебро Кубка мира по боевому самбо. Международный турнир прошел в Астане. Вениамин Кондратьев поручил ускорить выплаты компенсации жителям, чьи дома пострадали во время сильного ветра и града. Глава региона во время рабочего облета сельхоз полей осмотрел поврежденный урожай и разрушенные крыши домов. Незапланированной точкой остановки стал Тимошевский район. В станице Новокорсунской от удара стихии пострадало больше всего зданий. Местные жители попросили помощи в восстановительных работах. На федеральном уровне в таких случаях не предусматриваются никакие выплаты. Средства было решено выделить из резервного фонда края. В соответствии с законодательством проходят необходимые процедуры, после чего материальную помощь распределят между пострадавшими районами. Нужно конструктивное решение и результат. Вот что сегодня нужно. Поэтому докладов у меня в жизни за три года выше крыши, когда все хорошо и все прекрасно. Я еще раз подчеркиваю, что сегодня проблема, которая произошла, она нерукотворная. Поэтому раз произошло, нужно вместе всем объединиться и перелистнуть эту страницу, закрыть. Вот закрыть ее нужно. И здесь, и не только это должна сделать власти или еще кто-то, все вместе. Поэтому здесь мне не важны доклады, еще раз подчеркиваю, мне не важно способ или метод, мне важно сегодня выполненная работа, она будет тогда считаться выполненной, когда вы все вопросы снимете. Напомню, в минувшие выходные в регионе прошел сильный град. Пострадали несколько муниципалитетов Кубани. Повреждены две тысячи домов в Брюховецком, Тимашевском и Павловском районах. Сейчас там уже полностью восстановлены подачи воды, электро- и газоснабжения, дороги расчищены от деревьев и веток, ремонтируют кровлю зданий. Местные власти регулярно докладывают о ходе восстановительных работ в Краевой оперативный штаб. Его создали по поручению губернатора Венимина Кондратьева. Специалисты проводят оценку ущерба. В Тимашевском районе уже обследовали больше полутора тысяч поврежденных домов, а также все социально значимые объекты. Последствия стихии ликвидируют почти 270 специалистов и 33 единицы техники. Убирать мусор местным жителям помогают волонтеры. Кипит работа и в Павловском районе. Там уже распилили и сейчас вывозят свыше 200 поваленных деревьев. А в Брюховецком, станице Батуринское, успели отремонтировать 30 кровель частных домов из 88 поврежденных. По поручению Венимина Кондратьева на компенсацию пострадавшим от стихии из краевого бюджета выделено 150 миллионов рублей. Ну а темой краевой планерки у губернатора стали тарифы на услуги ЖКХ. Согласно постановлению правительства России, цены за коммуналку с 1 июля стали выше. Изменения коснулись и Кубани. Уже в следующем месяце жители региона получат квитанции с новыми цифрами. Вениамин Кондратьев поручил контролировать, как управляющие компании проводят начисления. Ведь в среднем рост тарифов не должен превышать 4%. Подробнее наши краснодарские коллеги. Июльских платежек за коммуналку жители края ждут с насторожностью. С 1 числа выросли тарифы на услуги ЖКХ. Согласно постановлению правительства России, цены подняли по всей стране. В среднем сумма в квитанции не должна стать больше, чем на 4%. На краевой планерке Вениамин Кондратьев поручает строго следить, чтобы обозначенный порог роста тарифов не был повышен. В зоне особого внимания работа управляющих компаний. Ведь именно они сегодня начисляют плату за коммунальные услуги. Нам правильнее будет, чтобы люди понимали и знали, как формируется коммунальный тариф. Из чего они формируются. Какой принцип их формирования. На что оно расходуется. Надо на особый контроль поставить. На самом деле, первый месяц, два, три, когда будет идти переход, связанный с повышением цен на коммунальные услуги. Вот здесь, коллеги, я попрошу реагировать на каждую жалобу. Потому что одна жалоба, она может проектировать в целом ситуацию. Вот здесь департамент цены тарифов и госжилу инспекции. Я здесь попрошу, чтобы мы все-таки следили, чтобы эти тарифы не увеличились больше, чем на 4%. Коллеги, вот здесь под шумом у нас что угодно может происходить. Коллеги, никто не должен играть и играться с тарифами. Еще раз по чему. Платить больше теперь придется за электричество, тепловую энергию, голубое топливо. Но заметнее всего цены поднимутся на холодную воду. Увеличение тарифов было вынужденным, чтобы модернизировать коммунальную инфраструктуру. И без того еще в 2015 по поручению губернатора каждый год во всех районах за счет бюджетных средств и привлечения инвестиций стараются заменить хотя бы 5% инженерных сетей. Но этого явно недостаточно. По-прежнему серьезно остается проблема, например, с водоснабжением в Ейске. Мы же говорим о том, что сегодня курортная отрасль – это тоже одна из важнейших отраслей нашей экономики. А есть кто же вносит свой, пусть небольшой, но достойный вклад сегодня в копилку дивидендов от курортной отрасли. Но какая может быть там тогда атмосфера для отдыхающих, если вода подается по часам? Начало июня, июль месяц у нас каждый год случается эта проблема. И нам нужны сюда, на территорию Ейска, дополнительные объемы воды. Но я знаю, вы дали такое поручение, есть проект, разрабатывается. Сможем в следующем году начать строить. Это строительство двухниточного исполнения. Это будет по 500 миллионов в год, не меньше. То есть там достаточно большая протяженность, и это очень дорого. Диаметр водовода порядка 1000 миллиметров. То есть диаметр метра трубы, и протяженность у нас суммарно больше 50 километров. В этом году завершаем проектирование, и в следующем году приступаем к строительству нового водовода, который позволит Ейску не испытывать ни трудностей, ни перебоев с водоснабжением. По графику в дома подают воду и в некоторых районах Новороссийска. Перебои с водоснабжением и в Темрюке. Всего по краю из 31 тысячи километров сетей в замене нуждается 14 тысяч. Это почти половина. По мнению Вениамина Кондратьева, чтобы решить этот вопрос, необходим комплексный подход. В том числе нужно активнее привлекать инвесторов. По каждому проблемному муниципалитету составят пошаговый план, как в течение ближайших 3-4 лет наладить водоснабжение. Ейск, Тебрюк и Новороссийск. Вот те города, которые максимально сегодня репутационно страдают, потому что на самом деле курортные города это раз. А во-вторых, Новороссийск это еще и портовый большой город. Вы дайте четко вместе с главой муниципальных образований алгоритм, дорожную карту. И если нужно выделять, значит будем выделять. Значит так же сделаем защищенными эти статьи и суммы. И все, и закроем эту тему. Мы не можем кочевать из года в год с проблемой водоснабжения в современном Краснодарском крае. До 2021 года, чтобы все-таки мы постарались эту тему закрыть. Если мы тарифы поднимаем, качество услуг должно быть с размером от того, что мы поднимаем тарифы на эти услуги. А когда у нас тарифы растут, а качество не растет, оно еще и отстает с каждым годом. Ну тогда конечно будет возмущение людей, и людей понять можно. Качество, еще раз подчеркиваю, услуг, которые оказываются населением, должно быть соответствующим. Такие позитивные изменения кубанцы могут заметить с подачей тепла в дома. За последние три года, в том числе и за счет повышения тарифов, удалось построить и реконструировать больше полусотни котельных. В этом году запланирована модернизация еще 40 источников тепла. Мария Крошина, Алексей Комаров и Артур Завада. Кубань-24, Краснодар. К другим новостям. Сегодня в Адлере загорелось кафе. Возгорание произошло на улице Чкалова. Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в полдесятого утра. Загорелось двухэтажное кафе «Рио». Видео очевидцы опубликовали в социальных сетях. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. В 10 часов пожарным удалось локализовать пламя. Еще через 20 минут ликвидировали открытые огорения. Полностью пожар был потушен к 11 часам. Погибших и пострадавших нет. Объединение Кавказского заповедника и Сочинского нацпарка отложили. Новый министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин отложил реорганизацию этих федеральных учреждений. Об этом сообщает коммерсант Юг со ссылкой на анонимные источники в ведомстве. Процесс объединения должен был завершиться в июле, но Кобылкин продлил действие приказа о реорганизации, отложив ее до сентября. Причины решения в документах, направленных Минприродой в нацпарк и заповедник, не раскрываются. Ранее, 19 марта, был подписан приказ о реорганизации Кавказского биосферного заповедника и Сочинского нацпарка. После завершения Кавказский биосферный заповедник должен был быть переименован в ФГБУ «Заповедный Кавказ». Права и обязанности Сочинского нацпарка таким образом планировалось передать заповеднику. Нацпарк прекратит свою деятельность. В конце июня стало известно, что новый министр природы с 27 июня освободил Игоря Гуцала от должности директора Сочинского национального парка. Исполняющим обязанности назначен Борис Меньшиков. Он стал уже четвертым руководителем учреждения, который сменился за последний год. Сегодня профессиональный праздник у сотрудников ГИБДД. Он традиционно отмечается в России 3 июля. В Управлении внутренних дел Сочи состоялось торжественное собрание. Поощрены 317 сотрудников. Но особый подарок, конечно, праздничный концерт. У микрофона свои же коллеги. Расскажет Елена Овсецина. 3 июля 1936 года была образована Государственная автомобильная инспекция МВД СССР. И утверждено положение ГАИ. А с июня 1998 года ведомство было переименовано в ГИБДД. Через 4 года вновь вернулись к прежней аббревиатуре. И ГАИ стало вторым официальным историческим названием. За это время много всего поменялось. Но меняется личный состав, меняются требования. Все остается самое главное. Это отношение к участникам дорожного движения. И то, что вы делаете, это очень большой вклад в укрепление правопорядка, законность, тишина на дорогах, спокойствие. Лучших из лучших сегодня награждали грамотами и благодарностями. Знаковый почет и признание сочинцев. Главная задача сотрудников ГАИ – не допустить аварий на дорогах. А значит, быть более требовательным к участникам дорожного движения, чтобы избежать жертв. В нашем городе этой службе уже 69 лет. Начиная со времени проведения Олимпиады, сотрудники ГИБДД работают в максимально напряженном графике, оперативно реагируя на изменения дорожной обстановки. Мы взяли очень высокую планку. И снижать ее просто нет никакой возможности. Любое снижение будет, в общем-то, означать, что мы стали слабее. Но сегодня идет другое немаловажное событие, а может быть по значимости, по рейтингу еще более высокого значения. Это чемпионат мира по футболу. И, конечно, на ваши плечи легла особая задача. Сегодня в адрес сотрудников ГАИ звучало много благодарностей. Не забыли и ветеранов, тех, кто отдал службе десятки лет. А те сотрудники ГИБДД, кто совмещает работу и творчество, подарили сегодня участникам торжественного собрания получасовой концерт. Среди выступающих Андрей Манин, командир отдельного взвода ДПС, автор и исполнитель собственных патриотических и лирических песен. Конечно. Если бы не нравилась работа, я думаю, песни такие не родились бы. Андрей Манин часто выступает на краевых конкурсах и фестивалях. В его копилке уже 25 песен, которые он начал писать 10 лет назад. Коллегам они нравятся. Несколько песен редкий сегодня перерыв на отдых у сочинских сотрудников. Город в центре международного внимания. Сразу после собрания им всем снова на пост. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи удобен для болельщиков с ограничениями по здоровью. В среднем на каждом из проходивших на стадионе фишт-матчей на трибунах находилось порядка 250 фанатов с инвалидностью. Каждый из них при доступе на стадион не испытал каких-либо проблем. Об этом на специальной пресс-конференции в городском пресс-центре Мундиаля рассказала заместитель главы города Сочи Ирина Романец. В Сочи первый город в России, где была в полном объеме, реализована программа по созданию доступной среды. На курорте сегодня проживают 43 тысячи инвалидов. Из них 660 колясочников, порядка 500 имеют серьезные проблемы со слухом, порядка 300 – слабовидящие. Для каждой из категорий в городе к Олимпиаде были созданы так называемые «эталонные зоны». 1400 объектов приведены к условиям безбарьерности. Начиная эту работу, мы в активной фазе ее начали реализовать с 2010 года. И первый такой отчет пограничный был у нас именно к Олимпиаде. Конечно, нельзя сказать, что все здания и помещения города Сочи абсолютно доступны. Конечно, нет. Поэтому эта работа продолжается, и эту работу мы ведем в таком системном характере. То, что Сочи удобен для людей с ограниченными возможностями, доказал и чемпионат мира. На матче Австралия-Перу, например, за футбол болели порядка 400 фанатов с инвалидностью. Каждый остался доволен, ведь вся инфраструктура Олимпийского парка и самого стадиона предполагает комфортное пребывание гостей самых разных категорий. На матч в Сочи между сборными России и Хорватии прибудут болельщики из 75 стран. 9 бесплатных поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону готовы перевезти 6 тысяч человек в Сочи. Всего к этому матчу прибудет 5 двухэтажных и 4 одноэтажных поезда. Они проследуют с промежуточными остановками в Туапсе, Ростове-Главном и Краснодаре. Обратные из Сочи поезда будут отправляться 8, 9 и 10 июля, чтобы желающие могли насладиться морем после футбольного праздника. Всего после матча из Сочи будет отправлено 11 поездов на 7 тысяч мест. Поезда повезут пассажиров в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону с промежуточными остановками в Краснодаре, Ростове-Главном и Туапсе. Уже сейчас на бесплатные поезда до Сочи и обратно забронированы места болельщиками из 75 стран. Больше всего из России, Аргентины, Китая и США. Трое в Кокошниках поедут на матч «Россия-Хорватия» в Сочи. Прославившиеся болельщики поддержат сборную хот-дога. Во время матча «Россия-Испания» оператор снял, как двое мужчин и женщин заедают стресс хот-догами. Удачно пойманный момент насмешил зрителей спортивной трансляции, а 10-секундный кадр быстро разлетелся по социальным сетям. Любителями фастфуда, как пишут кубанские новости, оказались Ирина Каленская, ее муж Дмитрий Гнатюк и племянник Юрий. Семью долго не отпускали со стадиона. Все хотели сфотографироваться со внезапно ставшими популярными матрешками. Теперь троица собирается посетить матч России-Хорватии в Сочи 7 июля. На трибунах они обязательно будут в этих же счастливых кокошниках. От игрушек и сувениров до аппаратов для приготовления попкорна и барбекю. И все это в футбольной символике. Около полутора тысяч экземпляров сегодня насчитывает коллекция Геннадия Шимика. Генерал-майор полиции в отставке, всю свою жизнь увлекался футболом и до сих пор пополняет свою коллекцию все новыми экспонатами со всего мира. С выставкой познакомилась и наша съемочная группа. Вот этот экспонат, экспонат, это был мне вручен в 2004 году после окончания проведенного турнира по мини-футболу среди силовиков в городе Сочи. С этого хрустального мяча и началась коллекция Геннадия Шимика. Ну а играть в футбол он начал еще в детстве. Сегодня генерал-майор полиции в отставке мяч уже не гоняет, но активно болеет за игру. И, конечно, не менее активно пополняет свою коллекцию. Коллекция это уже 15 лет почти собирается. Очень много привезенных с других стран. То есть мне дарили болельщики Англии, болельщики Дании, Франции, Германии. Вот эту куколку с футбольным мячом из бисера Геннадий Шимику подарил болельщик из Дании. А эти духи прямиком из Ливерпуля тоже подарок футбольного фаната. Кстати, как говорит сам коллекционер, для него подарок с футбольной символикой самый желанный на любой праздник. Мы дарим ему всегда на все праздники какие-нибудь сувениры, привезенные не только с чемпионатов страны, но и за рубежа. Также у нас ребята ездят, болеют за Динамо в том числе. И вот один из таких вот кубочков мы ему вручали совсем недавно. Сегодня в коллекции Геннадия Шимика почти полторы тысячи экземпляров. Это только на выставке. Еще около 600 пока находятся дома. Самые маленькие вот эти сережки диаметром в полсантиметра. Материалы – хрусталь, железо, стекло, пластик, бумага, кожа, мех, золото и серебро. Брелки, очки, игрушки, музыкальные инструменты, часы, ручки, свистки. Есть и безделушки, и ценные, и уникальные экспонаты. Например, привезенный из Германии самый известный футбольный оракул – осьминог Пауль. А таких вас, например, выпущено всего 500 штук. Вот этот мяч – мечта футбольных фанатов и любителей блюд на открытом огне. Есть в коллекции и вот такой пивной автомат. Чтобы добыть его на пивной выставке в Сочи, пришлось звонить на завод-изготовитель. Я 30 минут стоял возле автомата и ждал звонок. Позвонили с Новосибирска и сказали – отдайте, он не отстанет просто так. Ну а скорой коллекция Геннадия Шимика пополнится целым рядом новых сувениров с первого домашнего чемпионата мира по футболу. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сочинец Тимур Халайджан завоевал серебряную медаль Кубка мира по боевому самбо. Международный турнир категории «А» на призы президента Республики Казахстан прошел в Астане. В нем принял участие 221 спортсмен из 13 стран. Сочинец Тимур Халайджан в составе национальной сборной команды России завоевал серебро этапа Кубка мира в разделе «Боевое самбо» весовой категории 68 килограммов. Тимур Халайджан является мастером спорта России и тренируется у Армена Токмазяна. На днях Тимура исполнилось 25 лет и серебряная медаль стала прекрасным подарком. Халайджан показывает стабильно высокие результаты как на всероссийских, так и на международных турнирах по боевому самбо. В турнире также принимала участие сочинская самбистка мастер спорта Кристина Корикян, но уступила в схватке за бронзовую награду спортсменки из Румынии. Российские самбисты победили в командном зачете, в боевом и спортивном самбо. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается напомнить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.